Денис Вылко Мы уже вторую программу хотим посвятить конкретным проектам, которые предлагаются предпринимателям Ненецкого округа. Если ранее мы говорили про частный детский сад, который разработан, в частности, вашим фондом, сегодня я хочу поднять еще один проект, вынести его на обсуждение, пока между вами и мной, затем, может быть, присоединятся к нам и наши телезрители. Касается он химчистки. Расскажите, пожалуйста, откуда вообще возникла эта идея разработать проект по открытию химчистки в городе Нарьенмар? Ну, мы как фонд, как организация рассматриваем проекты, которых в округе нет. Так как в городе Нарьенмар нет предприятия, осуществляющие услуги по химчистке одежды, мы решили разработать данный проект. Тем более имеется оборудование в Ненецкой лизинговой компании, которое ранее было применено предпринимателям, которые организовали химчистку. Сейчас оно простаивает. И чтобы реализовать это оборудование, был разработан проект. А вообще есть спрос населения? Почему задают этот вопрос? Потому что вот вы сказали, что оборудование, оно уже принадлежало предпринимателю, который занимался этим делом, но почему-то не пошло. Сейчас вы хотите заново дать вторую жизнь этому оборудованию. Есть спрос у населения? Будет оно востребовано? Мы проводили опросы, и опрос показал, что спрос на химчистку есть. Просто ранее были другие цены, потому что предприниматели брали новое оборудование, и они не могли само купиться. Сейчас оборудование, оцененное в прошлом году на полтора миллиона, решили отдать предпринимателю, начинающему, за 700 тысяч. То есть условия создаются для того, чтобы люди брали и делали. Оборудование тоже не должно простоевать. Ну, давайте сейчас углубимся непосредственно в сам проект. Вот он у вас лежит здесь на столе, достаточно яркий, красочный. Кстати, сколько страниц в этом проекте? Ну, не емкий, да, такой? Здесь 13 слайдов. Да, 13 слайдов. Просто описание оборудования, требования химчистки и расчеты, произведенные нами. Ага. Но тем не менее, вот этот проект на 13 листах представлен и может кому-то подарить его первый миллион. Давайте расскажем поподробнее об этом проекте. Что он предусматривает по срокам окупаемости, по тому, какая загрузка будет. Все это у вас просчитано. Мы пытались максимально учесть все затраты, которые могут быть, ту доходность, которую предприниматель может получить, то есть и самоокупаемость. То есть для того, чтобы предприниматель выходил в ноль, ему достаточно будет обслуживать трех человек в день. То есть то, что он будет, если больше привлечет клиентов, то уже будет прибыль с них получать. Угу. Ну и вот с этих трех человек сколько он сможет заработать деньги? Хотя бы с одного человека вы просчитывали, какую сумму? Да. Средний чек, так называемый, мы установили в районе 1800, потому что поочистить тот же пиджак, например, 1500, да, костюм, шубу в районе 4-5 тысяч. Угу. То есть из этого складывается средний чек с клиента. Вот мы установили в районе 1800, то есть предприниматель, обслуживающий четырех человек в день, будет получать порядка 8 тысяч. Угу. Хорошо, это все очень красиво звучит, но на самом деле оборудование ведь рассчитано на гораздо большее количество тех же пиджаков в сутки. Получается, что реагенты будут идти, грубо говоря, часть будет в пустой идти. Угу. Ну, здесь рассчитано на то, что будет накапливаться, то есть не сразу человек принес. Ну, а если мне пиджак нужно вот через три дня, а я буду ждать, когда еще придет один клиент? Ну, так и рассчитано примерно, что три дня, два-три дня. То есть если накопилось, постирали, если не накопилось, то сроки должны быть все равно ограничены. То придется немножко в холостую погонять реагенты и электроэнергию. Ну, а вы думаете, найдется тот человек, который скажет, да, конечно, я вот по дешевке возьму оборудование, ну, а потом я буду работать в минус для себя, потому что реагенты, они все-таки дорогие. Реагенты дорогие. Ну, загрузка должна быть по нашим расчетам, потому что люди требуют химчистку в городе. А отправлять в тот же Питер, как у нас сейчас организовался пункт приема, в химчистке, и они отправляют в Санкт-Петербург. Там ценник... Ну, для сравнения, сколько? Ну, например, шубу почистить у них стоит порядка шести тысяч. Пиджак, там, две тысячи. И сроки у них от трех недель. Ну, а вот если говорить о самой работе этой химчистки, что предполагается помимо той прибыли, которую будет получать предприниматель со своей посредственной работы, да, чистки одежды, что ему еще гарантировано помимо того дохода, который он будет самостоятельно получать? Ну, начинающий предприниматель может получить грант в размере 500 тысяч, то есть поучаствовать в конкурсе, который объявлен вчера. Подробнее о нем чуть позже поговорим. Хорошо. То есть это 500 тысяч, которые он может потратить на оборудование посредственно. То есть из 700 тысяч уже 500 тысяч найдено, грубо говоря. Также дополнительно приобретаемое оборудование, можно получить субсидию на него от государства в размере 300 тысяч. Это тоже непосредственно через ваш фонд можно получить? Через департамент финансов. Ну, могут обратиться к нам, мы поможем. Также предпринимателю, оказывающемуся такие услуги, как химчистка и прочие бытовые услуги, дается субсидия на аренду помещений, то есть возмещение части затрат по аренде помещений, по коммунальным платежам в размере 50%. То есть это облегчает условия ведения бизнеса в такой сфере. Вот оборудование приобретаться будет в лизинг, либо вот непосредственно уже все взял, купил? Оборудование будет приобретаться взял, купил. То есть если он захочет, конечно, новое оборудование, то он может договориться с лизинговой компанией и приобрести уже новое оборудование, если его не будет устраивать имеющееся. А вот, кстати говоря, наверняка возникнет резонный вопрос. В каком состоянии то самое оборудование, о котором вы говорили? А почему так снижена цена на 800 тысяч? Ну, потому что никто не хочет его убрать за полтора миллиона, так как все боятся, что химчистка не пойдет, этот бизнес убыточный, ну, бытует такое мнение. А чтобы оно не простаивало, его и решено дать за 700 тысяч, за такую минимальную цену. Но, опять же, это не минимальная цена, это установочная. То есть предприниматель может еще и поторговаться. То есть еще может снизить себе цену. Расскажите о том, что входит в комплект этого оборудования. В комплект этого оборудования входит машина химической чистки непосредственно, машина стиральная, сушильная. Сейчас я открою. То есть там получается не один какой-то аппарат, а целый комплекс. Да, там семь... Наименований. Наименований, да. То есть стирально-отжимная машина, сушильная машина, машина химической чистки, пятноводный стол, гладильный стол, параманекен, упаковочная машина. А оборудование итальянское и швейцарское, то есть качественное. И я так понимаю, по тому наличию достаточно широкий спектр услуг может оказывать предприниматель посетителям химчистки. Да. Хорошо. Вот вы сказали, что тот человек, который пожелает открыть химчистку в городе Наринмарон, может претендовать на получение гранта. Тем более объявлен сейчас конкурс. Но нужно еще один нюанс. Говорите о том, что все-таки человеку, который желает начинающий предприниматель открыть свое дело, нужно помимо этих 500 тысяч, которые он получит, иметь какой-то процент на собственных счетах. Да. Какой этот процент? Если вы именно про гранты говорите, то речь идет о 15% от запрашиваемой суммы. То есть 75 тысяч. Для реализации проекта химчистки мы рассчитывали, и у нас получилось примерно порядка 1400 тысяч для реализации проекта. Но это наше видение. У предпринимателя может быть свое видение. И некоторые элементы он может не покупать, не ремонтировать. Может быть, у него будет свое помещение. То есть некоторые затраты могут быть сокращены. Вы сказали ремонтировать. Надо что-то еще будет ремонтировать? Оборудование? Да. Я имел в виду, его нужно будет наладить и поставить, установить. А, понятно. Наладка, то есть не ремонт. То есть, ну, она стояла два года, например. Там может быть какое-то... Ну, все равно нужно, чтобы поставить его и наладить. А есть специализированные помещения для химчистки в городе Наридмайр? Это же не в подвале дома, правильно? Не в жилом где-то помещение? Не в жилом. Есть требования к химчистке. Определенные в проекте, они тоже все расписаны. Ну, как вариант, можно реализовать химчистку в том же помещении, где она была ранее. То есть за универмагом. Ну, вот какие требования? Расскажите, у вас прописана здесь площадь, вот я вижу, да? Да, для реализации химчистки площадь минимальная, это 50 квадратных метров. То есть высота потолков не менее 3 метров. Отделка помещений тоже есть свои требования. Она должна быть выложенной керамической плиткой. И расположение, то есть она должна быть от ближайшего дома в 50 метров жилого. Ну, потому что тот вот вариант, которым вы сказали, быть может, там будет высока арендная плата, человек захочет найти себе другой вариант, он должен понимать, какой вариант ему искать помещение для того, чтобы открыть там химчистку. Мы же не можем обязать человека вот именно в этом месте открывать химчистку. Обращались вообще вот к вам уже в фонд предпринимателей с тем, чтобы вот открыть химчистку? Либо еще таких желающих не было непосредственно? Желающие есть, но чтобы реализовать этот проект, есть определенные сложности. Нужно найти персонал, который умеет пользоваться этим оборудованием, провести рекламные акции и прочее, найти специалиста, который подключит оборудование, установит, наладит все, весь процесс. То есть многих пугают такие сложности. Ну а где тогда найти? Вот расскажите, может быть, обучить, может быть, есть какие-то средства тоже предусмотрены на обучение персонала в рамках каких-то программ? Да, если человека отправлять учиться, то есть пользоваться оборудованием, департамент финансов также предоставляет субсидию на обучение персонала, то есть в размере 50%. То есть людей, чтобы подвести к оборудованию, все равно прежде на научить. А где обучение проходит? Вы не анализировали рынок учебных таких вот учреждений? В Санкт-Петербурге много заведений, где обучают персонал. Ну, я думаю, предприниматель сам уже сможет найти. Но он все равно должен понимать, да, на какие риски ему надо рассчитывать. А вот хорошо, есть вообще в Наринмаре такие специалисты, либо вот действительно нет и надо учить? Я не могу сказать, ответить на этот вопрос, потому что мы рынок не изучали, да, персонала. Хорошо. Давайте теперь непосредственно о том конкурсе грантов, который сейчас объявлен. Расскажите, пожалуйста, будет ли химчистка, как и детский сад, в числе приоритетных проектов, на которые будут даваться гранты? Да, конечно. Проекты разработаны нами, то есть мы определяем самые приоритетные сферы и разрабатываем по ним проекты. То есть предприниматель, готовый взяться за эти проекты, будет уже в числе приоритетов. Ну, все равно сейчас люди подумают, хорошо, я заявился с химчисткой, сразу же победил. Какая-то конкурентная среда будет создана для предпринимателей, желающих заняться той же химчисткой, тем же детским садиком? Либо вот заявился один человек, он и победил. Несмотря на то, что, может, его проект будет, или его видение будет не столь стопроцентное. Ну, у нас несколько приоритетных сфер, то есть там как сельское хозяйство, и уже проводится оценка каждого проекта отдельно. То есть не обязательно он возьмет химчистку, а, например, другие сельскохозяйственники, например, или предприниматели, работающие в производственной сфере, уступят ему место. То есть у них могут быть показатели выше, чем у предпринимателя, который будет реализовать проект химчистки. То есть и, соответственно, выиграет конкурс грантов. Люди просто должны понимать, что не будет такого. Вот я пришел, заявился на химчистку, все, я уверен в том, что эти деньги получу. Все равно конкурентная среда, она создана. А вот вы сказали, есть приоритетные проекты, как сельское хозяйство. Что еще в приоритете на данный момент в предпринимательской среде? Это сельское хозяйство, производственное сфера, обрабатывающее производство, информационные технологии, то есть сфера бытового обслуживания. Туризм, конечно же, частные детские сады, ну, как тоже сфера социального обслуживания. Какая сумма на этот раз выделена на предоставление гранта? Каждый предприниматель может получить 500 тысяч, а общая сумма выделена 5 миллионов. То есть, ну, такие проекты, как частный детский сад, принято решение, что предприниматели могут участвовать на полтора миллиона. Только те предприниматели, которые будут реализовать частный детский сад. Но это должен индивидуальный предприниматель быть или ООО для полутора миллионов? Нет. То есть, либо предприниматель, либо общество с ограниченной детский сад не имеет разницы. И какие сроки проведения этого конкурса? Конкурс объявлен вчера. Это у нас 12 число. И заявки будут приниматься в течение 30 дней. А затем какова процедура? Затем собирается, идет оценка проектов предоставленных, собирается комиссия, на которой уже непосредственно принимается решение, кому выдавать и где предприниматели будут представлять свои проекты. Вот если вернуться к химчистке, например, условно говоря, да, есть человек, который победил с этим проектом. В какие сроки он должен его реализовать после того, как он признан победителем конкурса гранта? Ну, в положении о грантах сказано, что предприниматель должен потратить ту сумму денег, которую он выиграл в течение полугода. То есть, в этот период его никто не будет дергать. Вот разрабатывая проект, очень многие опираются на опыты других регионов. Вот вы опирались на опыт какого-либо региона, похожего на наш? Потому что всегда говорят, что такого региона, как наш, больше нигде нет, но наверняка есть похожий регион. Нет, естественно, такого региона, как у нас, нет больше. Но мы рассчитывали химчистку, в среднем брали средние показатели их оборотов, то есть население в 30 тысяч человек примерно на одну химчистку в каждом городе. То есть в Европе мы брали опыт, даже смотрели, что информация про это есть, там на 10 тысяч человек одна химчистка. В России это показатель примерно 40 тысяч человек. Это для полноценной химчистки. У нас проект мини-химчистки, поэтому нашего населения, города, будет достаточно. А вот где, кстати говоря, реагенты брать предпринимателю? Это где-то есть специализированные заводы или фирмы, которые продают, либо ему надо будет еще удариться в поиски где-то за рубежом этих реагентов, потому что оборудование иностранное? Нет, реагенты можно найти в России, так же, как и завозить их зимникам. То есть выбор большой в России. То есть те же Санкт-Петербург, Москва, в Архангельске много компаний химчистки. То есть можно посоветоваться у них, где они закупают, и уже работать с теми же поставщиками. Вот самый важный момент как-то вначале с вами обошли. Мы сказали о среднем чеке, о том, сколько стоит человеку вложить в этот проект, а срок окупаемости этого проекта мы с вами даже не назвали. Срок окупаемости? Вот если учитывать наши условия, что человек будет, 4 человека в день будут приходить, чтобы пользоваться услугами химчистки, и средний чек будет 1800 рублей, то будет достаточно двух лет, чтобы окупить все вложенные средства. Это имеется в виду вложенные средства, дополнительный кредит, который придется человеку брать, недостающие средства. Или собственные средства. Или собственные средства. Скорее всего, начинающий предприниматель, как правило, не располагает достаточной суммы денег, поэтому он и заявляется на грант, поэтому он и берет кредит дополнительный. И согласно новому закону, который у нас в этом году вступил в силу, освобождаются от налогов те предприниматели, которые только начали свою деятельность вести. везде. Этот человек, который займёт химическую, он тоже подпадает под налоговые каникулы. Индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель, вновь зарегистрированный. Надо сделать акцент на то, что тот, кто уже работал, он не сможет воспользоваться налоговой льготой. Ну, если он зарегистрирован не ранее марта, когда принят закон. Ну, а если вот уже он был в марте зарегистрирован на одной ИП, потом он после марта зарегистрирован уже... В законе написано, что впервые зарегистрированный предпринимателей. Вот я просто о чём, почему я говорю, что люди понимали наш предприниматель, какие у них есть гарантии, какие у них есть выгоды, и чем, в общем-то, они могут пожертвовать, да, для того, чтобы открыть эту самую пресловутую химчастку. Ну, а если не пойдёт у человека, что? Что тогда ему ждать, если он выиграл грант, он купил это оборудование? Ну, не пошли люди чистить пиджаки и шубу? Что ему ждать? Да. У него заберут деньги, заберут оборудование, что? Это же всё-таки средства, гранты? Ну, мы ещё не рассматривали эти, такие моменты, поэтому процесса работы ещё нет. То есть, ну, мы обсудим это всё. Ну, потому что надо, да, понимать, а вдруг, действительно, это же, в общем-то, форс-мажор, независимые обстоятельства, да, от того предпринимателя, который открыл эту химчистку. Он же не принудит каждого человека приходить чистить мимоодежду. Может быть, кто-то будет просто-напросто не доверять и продолжать возить на большую землю костюм, свои. То есть, на мой взгляд, вот такой совет, такие риски надо тоже, наверное, прочитать. Мы прочитаем эти риски. Да, потому что ведь человек, если берётся за дело, да, он должен чётко понимать, что он вкладывает, какую он ответственность несёт за то дело, за которое он берётся. Расскажите ещё, пожалуйста, какие проекты есть в настоящий момент невостребованные, которые разработаны вашим фондом, но пока что они не нашли хозяина, так сказать. Сейчас разработаны четыре проекта. Частный детский сад, химчистка, клининговая компания и турбаза там на Арктика. То есть, остальные проекты пока в процессе, мы думаем над этим, чем ещё можно поработать в округе. Пока вот эти проекты. Ну, а вот скажите тогда, в соответствии с чем их разрабатывали? Просто вот вы собираетесь, да, и решаете. Давайте мы разработаем проект в сфере туризма, давайте разработаем проект в этой сфере. Либо есть потребность, либо обращаются граждане, что нам нужно то-то, то-то. Мы как работаем от предпринимателя, то есть у них есть идеи, мы разрабатываем проекты, да. Также мы проводим иногда собрания, совещания между собой, там, с предпринимателями, с другими лицами и думаем, какие у нас есть сферы деятельности, которые ещё не охвачены предпринимательством. И все идеи заносим, ну, у нас на доску специальную, и по мере свободности уже разрабатываем проекты. А эти проекты, они для предпринимателей бесплатные, либо они должны купить этот проект у вас? Бесплатные. У нас такая организация, что мы помогаем предпринимателям бесплатно. Бесплатно. То есть мы государственная организация. А поток предпринимателей, которые обращаются к вам, он насколько велик? Ну, вообще за помощью, может быть, там, за ещё чем-то? Ну, каждый день, ну, день на день не приходится, так же, но приходит средний человек пять. Это всё новенькие, либо это уже те, кто занимается бизнесом, но хотят... Приходят как и новенькие за консультацией, как зарегистрировать ИП. Также мы тестируем их идеи. Вот он пришёл с идеей, мы рассказываем, какие могут быть сложности, как он может уменьшить свои расходы и прочее. Так и действующие предприниматели приходят узнать, какие проекты могут они реализовать. Денис, мы с вами поговорили про конкурс грантов, который сейчас объявлен, а ещё обычно проходит конкурс на возмещение лизингового платежа. Такой конкурс будет ещё в этом году? Да, этот конкурс объявлен 26 октября, то есть приём заявок уже идёт. То есть что в этом плане предприниматель может сделать, если он подаст заявку на такой вид поддержки, как возмещение лизинга? Возмещение лизинга у нас предполагает возмещение части авансового платежа. То есть первый авансовый платёж по лизингу это обычно 30 процентов. То есть из этих 30 процентов государством возмещается 80, если он выиграет конкурс. Ну вот если человек, например, ту же химическу с вами возьмём, мы сегодня не говорим, что программу не захочет брать вот это оборудование, захочет купить новое, он может подать вот именно на этот конкурс заявку. А туда уже не надо будет? Туда уже он не сможет подать на это же оборудование, но сможет приобрести необходимое другое, например, оборудование какое-то, которое ему недостаточно. Ну, договора лизинга у него не будет, но потребуется дополнительное какое-то оборудование, которое он сможет купить на средства гранта. А какая компания предоставляет оборудование в лизинг? Это может быть любая, либо только ненецкая лизинга? Это любая лизинговая компания, но так как вроде у нас одна компания лизинговая, ненецкая лизинговая компания, то можно работать через неё. Но ничего не запрещает то, что он будет покупать оборудование любой другой лизинговой компании. Ну и я думаю, что сейчас можно обратиться к предпринимателю, которые вот нас сейчас слушали очень внимательно, и может быть, у кого-то зародилась мысль всё-таки взяться за этот проект с химчисткой. Какие-то, может быть, ещё расскажете тонкости, о которых мы с вами не сказали, может быть, люди об этом не знают. А с чем, может, они ещё столкнутся, открывают химчистку, с какими трудностями? Вот мы уже поняли, да, помещение, отсутствие специалистов. Какие ещё могут быть трудности? Так, какие могут быть трудности? Трудностей много, так как это же предпринимательская деятельность, то есть человек должен обладать какими-то идеями, какими-то знаниями, каким-то опытом тем же. То есть, ну, основные проблемы, конечно, это персонал и помещение. Ну, помещение — это уже не такая проблема, как персонал. Так, поиск поставщиков, химиреагентов и прочего тоже как одна из сложностей. Ну и, наверное, всё. Ну всё остальное уже походу, да? Скажите, куда могут обратиться предприниматели, которые загорелись, идея открыть химчистку? Они могут обратиться к нам, в фонд, также могут пойти непосредственно в лизинговую компанию, которая сейчас лежит, это оборудование. В принципе... Но в лизинговую компанию они должны идти, если они решили без гранта, да, обойтись, самостоятельно купить? Нет, почему? Они также могут обратиться в лизинговую компанию, узнать, в каком состоянии оборудования, обойти, посмотреть на склад их. А также ничего не мешает потом прийти к нам и узнать уже более подробно про проект. То есть планы реализации этого проекта не имеют значения, какой. А к вам оттуда где располагаетесь? Мы располагаемся на Арктический дом 3, кабинет 306. А рабочее время какое, чтобы люди... С половины девятого до половины шестого. Ну что ж, я хочу вам пожелать удачи в реализации этого проекта и всех остальных проектов, которые разработаны вашим фондом. Пускай в Наринмаре уже появится химчистка и, наверное, на путстве этому предпринимателю, который решит заняться этим делом, чтобы всё получилось, были клиенты, дай бог, конечно, дело ответственное и рисковое. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А предприниматели, они должны быть все рисковые люди, на мой взгляд. Да, предпринимательство — это риск. Это риск. Я благодарю вас за участие в программе. Это была программа «Идеи на миллион». Всего доброго, увидимся.